Вы говорили о важности ожидания. Я хочу спросить, почему нам нужно ждать? Зачем нужно ждать? Почему нельзя обойтись без долгого ожидания? Я не говорил о том, чтобы ждать долгое время. Я говорил об ожидании как о качестве, а не в контексте времени. Я лишь говорил об ожидании как об определенном качестве внутри вас, а не о том, как долго вы ждали. Сейчас вы беспокойны. Вы не можете сидеть спокойно, и при этом вы будете ждать тысячу лет. Это бессмысленно. Если вы не можете сидеть спокойно и будете ждать десять тысяч лет, какой в этом смысл? Никакого. Вы впустую тратите время. Я говорю об ожидании как о качестве. Вы просто ждете. Вы можете ждать кого-то или чего-то, только если вы не считаете себя кем-то важным. Если вы абсолютно ничто, вы можете ждать. Если вы слишком высокого мнения о себе, вы не сможете ждать кого-либо или чего-либо. Вы замечали, что чем лучше у человека образование, чем больше у него достаток, тем меньше такой человек способен ждать. Замечали такое? Люди, которые не считают себя кем-то особенным. Например, позовите сюда деревенского жителя и скажите ему, подождитесь, он просто будет сидеть целый день? Но если вы попросите подождать образованного человека, он посмотрит на часы пять раз за минуту, потому что он не может ждать, потому что он слишком высокого мнения о себе. Тот, кто не придает себе особого значения, может просто ждать. И если вы осознаете, кем вы являетесь в масштабе этого мироздания, вы будете знать, что можно только ждать, другого пути нет. Когда я говорю масштаб, в сравнении со Вселенной вы — лишь песчинка. В таком случае лучше ждать. Если вы не знаете, как ждать, вы не сможете познать ничего, потому что, по сравнению со всем мирозданием, вы слишком малы, вы ничего не можете сделать. Есть ли что-то, что вы можете сделать? Есть лимитация стороны в сторону, что вы получите? Ничего? Вы можете заработать себе гипертонию, но больше ничего. Так что я не прошу вас ждать. Ничего другого вам не остается? Не я придумал, что вам нужно ждать. Если бы вы могли куда-то отправиться и схватить это, я бы сказал «давайте». Но вы не можете схватить это. Так что лучше подождать. Если вы богаты, вы пойдете в магазин и купите все, что захотите. Но если вы бедны, что вам остается? Вы идете и встаете в очередь перед продуктовым складом для малообеспеченных. Он должен начинать работу в 10 утра, но обычно раньше 12.30 он не открывается. Но вы будете стоять и ждать с мешком в руках. Потому что, если вы не будете ждать, за вами стоят еще 100 человек, и вы окажетесь в конце очереди. И вам нужно будет ждать целый день. Так что вы будете ждать. Почему? Потому что вы не способны ни на что другое. Именно таково сейчас ваше положение в мироздании. Способны ли вы на что-то другое, кроме ожидания? Скажите. В масштабе мироздания способны ли вы на что-то другое, кроме ожидания? Это все, что вы можете. По крайней мере, ожидайте с радостью. Просто ждите. Так что ожидание не связано со временем. Это определенное качество. Это определенный способ существования. И это возможно. Только если вы осознаете, кто вы по сравнению с мирозданием. Если у вас в голове какие-то причудливые идеи, вы не сможете ждать. Если вы думаете, что вы больше, чем есть на самом деле, вы не сможете ждать. Если вы думаете, что вы король, вы не сможете ждать. Вы сможете ждать, только когда увидите, кем вы на самом деле являетесь в этом мироздании. Ожидание приходит, только если вы воспринимаете реальность такой, как она есть. Вы не способны ждать, потому что ваш ум наполнен причудливыми идеями. Восприятие естественным образом ведет к ожиданию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...